Всем большой привет из Прованса и сегодня по вашим просьбам я начинаю мини-серию рацион моего мужа. Мой муж француз, ему 47 лет, всю жизнь прожил во Франции, сейчас мы живем в Провансе. И питался он как все французы, то есть у него был всегда углеводный завтрак, что-то сладкое, конфитюр, мед, бриоши, круассаны, кофе. И вес начал ползти, он поправлялся, чувствовал себя не очень хорошо. И теперь благодаря рациону, правильному рациону, он сбросил уже 7 килограммов за 5 месяцев. То есть себе он ни в чем не отказывает, может позволить все, что любит, но ест в определенное время. И самое главное, что он полностью сменил завтрак, он перешел на белковый завтрак. И сегодня видео, да, я забыла сказать, что ему 47 лет и он сейчас весит 77 килограмм. А весил на 7 килограмм больше. Что на завтрак у моего мужа? Обязательно яйца. Он очень любит вареные яйца. У него два яйца. На них он любит добавлять немного специй. Может добавлять черного перца. И затем одну чайную ложечку или горчицы. Или он не отказывает себе в удовольствии добавить одну чайную ложечку любимого майонеза. То майонез часто очень домашний. Затем он обожает у меня нарезку. Нарезку мы не покупаем в магазине, стараемся покупать у мясника. Поэтому нарезка хорошего качества, без антибиотиков. Также нарезка примерно здесь 40 грамм. Вместо нарезки он может добавить кусочек готовой курицы, грудки или даже кусочек мяса. Но французы без сыра это не французы. Вообще у французов сыр десерт. И поэтому в утреннем завтраке он заменил свой десерт на сыр. И съедает где-то примерно 30-20 грамм именно твердого сыра. Из углеводов у него всего... Ну здесь немного во всех продуктах есть углеводов. Но из углеводов у него только вот такие хлебцы. Да, хлебцы злаковые, очень тоненькие. Всего два. Иногда он так наедается, что съедает всего один. И, конечно же, он съедает обязательно, съедает где-то примерно 15-10 грамм сливочного масла. Любит подсоленое. Часто из-за этого всего он... Он у меня все разделяет. Он никогда не смешивает. Поэтому он съедает сначала яйца. Затем он делает небольшие бутербродики с маслом, сыром и с нарезкой. И затем, если он голоден, то он съедает молочный продукт. Чаще всего это йогурт натуральный. Ни с какими добавками он не съедает. Натуральный йогурт, не обезжиренный. Нормальной процентности жирности. И он не добавляет ничего сладкого. Он добавляет одну чайную ложечку миндальной или арахисовой пасты. Да, арахисовую пасту он тоже любит. Мы покупаем ее в биомагазине без сахара. И он ее съедает. И, конечно же, у враснузов настоящее черное кофе. Мы его делаем в кофеварке из зерен. Вот такой завтрак у моего мужа-француза, который похудел на 7 килограмм. И сейчас мы у него спросим, как он себя чувствует и нравится ли ему завтракать таким образом. И вот, он говорит, не снимай мои тапочки. Но утром в тапочках. Александр совершенно стройный. Нету живота. А раньше был живот. И, альер, как ты думаешь? Какое птитое джене ты prefer? Ки-мо? Абе протеины, как са? Протеины? Он говорит, белковый завтрак. Почему? Абе, это делает меня лучше. Абе, это делает меня лучше. Абе, до вечера до вечера до вечера до вечера до вечера. Абе, и у него птитое джене секрет? Абе, я тянет меньше. Абе, до вечера 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 до Он говорит, что иногда он все-таки кушал английский завтрак, там были яйца в его семье, но чаще всего, конечно, это был сладкий завтрак, и он говорит, что ему очень нравится, так как он выдерживает на работе достаточно долго, и со сладким завтраком где-то в 10 часов, в полодиннадцатого у него всегда наступал голод и слабость, поэтому он предпочитает такой завтрак. Приступаем к завтраку, так что мужчины, которые не могут похудеть, уберите из завтрака, попробуйте убирать все свои сладости, и тогда вы начнете сбрасывать вес, и я уверяю, что у вас будет больше и больше сил. Бон аппетит, Шири! Бон аппетит! Субтитры сделал DimaTorzok